Всем привет! Давно искал кресло для рыбалки, которое было бы легким, компактным, занимало бы мало места в машине, а также имело бы регулируемые ножки. Рассматривал несколько вариантов у себя в магазине в городе, но однажды в интернете в обсуждениях наткнулся на один английский магазин. И вот зайдя на этот сайт, поискав, посмотрев по страницам на этом сайте, наткнулся вот на такой набор, состоящий из кресла, рюкзака и чехла для удилищ английской фирмы Corm. Устроил меня как само кресло, так и то, что в комплекте дополнительно идут и чехол, и рюкзак. Также устроила цена и решил заказать этот набор. В сегодняшнем видео будет обзор на этот набор под названием Corm Rowing Kit. Заинтересовало меня в этом наборе, прежде всего, кресло, которое легкое, весово всего 3,6 кг, компактное и полностью подходит под мою комплектацию. Ну и также рюкзак с чехлом не будет лишним. Доставлялся мне этот набор службы EMS. Посылка до меня дошла за 9 дней. При заказе на сайте я оплачивал только сам набор. Доставка получается бесплатно, мы и входим в саму стоимость этого набора. Доставлялся мне этот набор с города Престон, с завода производителя. Набор этот производитель позиционирует как набор для ходовой рыбалки, то есть, допустим, если у вас нет личного транспорта или до места рыбалки вам еще приходится идти пешком, то вот в собранном состоянии как раз, как я уже и говорил, кресло крепится к рюкзаку и таким образом вы идете к месту рыбалки. Тем самым освобождая руки, в которые можно также взять, допустим, ведро с прикормкой или еще какие-то аксессуары рыболовные. Расскажу немного о технических характеристиках кресла, рюкзака и чехла. Кресло весит, как я ранее уже говорил, 3,6 кг. Рама кресла выполнена целиком из сплава алюминия, кроме подлокотников, которые выполнены из окрашенного металла. Материал обивки кресла с обратной стороны имеет непромокаемый слой. На спинке есть такая вот вставка флисовая. По всему креслу в обивке внутри проложен мягкий материал. Также скажу, что этот материал мягкий, проложенный в рюкзаке и чехле для выделищ. Ножки у кресла выдвигаются на 10 см. Теперь расскажу немного о чехле. Чехол длиною 195 см имеет вот такую молнию практически по всей длине чехла. Внутри, как я сказал ранее, вшит мягкий материал, который уберегает ваше удилище при транспортировке. Имеются две ручки для переноски, также лямка для переноски на плече. С передней стороны имеется снизу вот такой карман, сверху липучка для крепления подсачника, ручки подсачника. Также на чехле имеется снизу нижняя часть чехла такой карман для катушек. То есть удочки можно перевозить, не разбирая вместе с катушками. Ширина позволяет перевозить до двух удочек в собранном состоянии. У меня таких удилищ длинных нету, оставлю до лучших времен этот чехол. Вообще, наверное, скорее всего, такая длина подходит для двух частных карповых удилищ. У меня их, к сожалению, пока что нет. Далее я расскажу про рюкзак. Рюкзак имеет по бокам два кармана, длина 35 см. В этот карман отлично как раз помещается поводочница. Вот такая карповая поводочница. С четырех сторон выполнены вот такие липучки. С обратной стороны рюкзак выполнен вот таким материалом, который легко моется. На который, предположительно, надо класть этот рюкзак на землю. Чтобы оно не испачкалось, выполнено с такого материала. Такой жесткий, типа как резина пластика. Рюкзак также имеет вот такие мягкие лямки для плеч. Ну и вот эта система крепления самого кресла к рюкзаку для его переноски за спиной. Так, ну теперь далее я покажу уже. Как оно собирается и крепится непосредственно к рюкзаку. Покажу теперь, как кресло с рюкзаком выглядит в собранном состоянии и как это делается. Первым делом собираем само кресло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...